Привет, и отрибуар! На одном из моих последних стримов мой подписчик Сергей, через донатик, за что ему огромное спасибо, попросил меня посмотреть ролик у шапки, который называется «Если бы армия была РПГ». Я у него сейчас вот недавно смотрел ролик, где «Если бы школа была РПГ», и я тогда сказал, если бы она была РПГ, я бы туда, наверное, с гораздо большим удовольствием ходил. Но если бы армия была РПГ, я бы туда вообще и всё равно не хотел идти, как бы. Ха-ха, ну её нафиг эту армию! Короче, ролик, давайте посмотрим. Думаю, будет что-то интересненькое. Поехали! Перед началом разомните лицо, иначе отвалится. Ой, бедняга. Это ещё один из обязательных квестов на нашем сервере. Если что, как скипать эту туристику, я уже рассказывал. Полный гайд на армию катакси. В этом же видео я познакомлю вас с армейским бестиарием. Давай. А я так понимаю, он там был, да? Ой, бедняга! В этот раз я хочу посоветовать игру, в которую я лично играл, и которой остался доволен. Лостарк, так, давайте мать нам немного. Если у вас не получилось в описании, скачивайте и устанавливайте эту классную игрульку на свой ПК. Если у вас не получилось поступить в универ, или откосить скилом симуляция, вас рано или поздно телепортируют на полигон. Поэтому, прежде чем это произошло, рекомендую освоить парочку навыков, чтобы выживать в этом аду было попроще. Физические статы. Перед армией нужно будет подтянуть, чтобы ежедневные дейлики в виде пробежек и потяги... А то ты там, вообще, мне кажется, скачуришься. ...что они не привели к инфаркту. Для первой тренировки подойдет вставание из-за компакт. ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ' Мне кажется, это же это сложно будет сделать. ХахА, особенно мне. Только не вставайте слишком быстро, а то поймаете эффект подсколька давления. Так же будет не лишним прокачка боевых скиллов. Хоть ПВП в армии запрещено Происходят они там регулярно Вдруг какой-нибудь уродец скажет, что ваше вайфу говно Напоминаю, что такое оскорбление Стерпеть может только опущенный Бей мою девушку, насилуй мать Но за рафталью будь готов обмазаться маслом Это же это какого Блин, как ее зовут? Волчица и пряности? Я не смотрел аниме, но я рано бе читал Полтома, дальше мне как-то не хватило Было немного спешно Если в парке терять КП в потасовках Можно пойти по ветке социалочки Выкачиваем дипломатию и стараемся Виторически парировать высерые оппоненты Именно что стараемся, ведь если противник тупой То есть шанс получить пиздюлю, но не успев закончить мысль Скорее всего так и получится Из практичных скиллов нужно будет освоить стирку Причем руками и в раковине Херачить в армии придется каждый день И все это в форме, в берцах и при любых погодных условиях Поэтому, чтобы ваши ноги не сгнили Из-за отсутствия должной гигиены Их нужно мыть, а шмот соответственно стирать Мистер Прокер все отмыл И пизды не получил Да, он ты за чего должен получить Помогает Красить траву Да Маша и никто не застрахован от того, что его скиллом Подчинение отправят отмывать толчок На который изрядно пропределась добрая часть Резисты к подобным скиллам имеют авторитет И подмазанные люди Ну или просто сильные челики Начальству так-то вообще похер, кто будет драть парашу Главное, чтобы это было сделано А вообще можно было уборщику Поэтому будет не лишним обладать каким-нибудь даром убеждения От силового до словесного Обычно 20% срочников это посреди Которые перекладывают всю грязную работу на остальные 80% Вообще здесь, как и в любой закрытой системе Важны индивидуальные показатели авторитета Силы, харизмы и интеллекта Так как модераторов в этой системе нет Точнее не есть, но им на вас похер Они деньги получают Общество саморегулируется через иерархический строй Такой же строй есть в школах И в тюрьмах И вообще везде, где много быдла Конечно, есть части, в которых не все А много быдла есть везде Запущено, не все так плохо Где много адекватных людей И бла-бла-бла Но согласитесь, лучше на всякий случай подготовиться И перестраховаться Лучше перебзеть, чем не допустить Чем просто сидеть и надеяться на хороший спавн Еще одна обилка, которая поможет вам выжить в армии Это орлиный глаз Поскольку на локе будете тусоваться не только вы А еще и стая голодных шакалов Нужно прокачивать свою внимательность Чтобы не терять вещи В армии нет понятия украли Есть понятие проебал Действительно, да Поэтому некоторые челики регулярно включают режим вора И таскают все, что криво лежит От бушлат От кепок до носков и зубной пасты Воровство может Какие-то странные носки Попытаться законтрить маркировкой Например, вшиву бушлат, белую нить Или написать что-то на Да мне кажется, там все вшивают Однако, если вор прошаренный То он от таких опознавательных знаков Скорее всего избавится С расходниками ситуация аналогична Нифига себе, чувак Куда у тебя столько много еды-то? Если перепал случай восполнить стамину халявной жрачкой Лучше сделать это немедленно Ведь в противном случае Контент спиздят Оставив вам на радость одни крошки Еще один скилл Который обладать нам порядки Нужно освоить срочник Фанта... Ой, фантастика Фокусник! Что? Подожди Какого хрена? Зачем? Это означает, что если вы потеряли... Если тебе будет способность рожать Ты вообще в армию не пойдешь Какую-нибудь важную вещь Эту важную вещь нужно будет вернуть И чаще всего в сжатые сроки Рофл в том, что у начальства будет фул резисты К вашим оправданиям А почему им вообще не важно Кто виновен и по какой причине Ну как обычно Так же как не важно, кто будет убираться Вам просто скажут рожай А как... Вообще насрать-то, бля И это еще не самое фиговое В прошлых патчах, например, активно функционалась дедовщина Это когда дедушки кошмарили нубиков за то, что они нубики Сейчас дедовщина не так популярна, как раньше Однако в некоторых локах она все еще присутствует Так что на всякий случай закалите психику, например, просмотром Джоджо А вот девочки-танки лучше не смотреть Танки в армии не везде, а девочки так вообще нигде Короче, очередной крикбейт не тратить Перейдем же к армейскому гостиарю И начнем мы с самого лаутирного класса Класс срочник, он же рядовой Самый грустный и самый беспомощный класс среди всей остальной Это сто процентов Вечно страдает от дебафов сонливости и голода Может быть как курой, доставляющий шмотки, так и строителям А вообще будет всегда тем, кем ему прикажет быть вышестоящее начальство Геймплей таких чуваков вечно балансирует между бессмысленной работой И возможностями скипа этой самой работы Некоторых задрачивают так сильно, что... Охренеть, тут болото! Они начинают курить, так как через перекур Можно обузить пятиминутный отдых Кстати, после окончания службы Можно просто делать вид, что курьше Вот это бы, наверное, я от такого навыка не отказался Потому что спать я вообще не могу никак Младшие сержанты Задача таких челиков следить за тем, чтобы приказы офицеров исполнялись срочниками Также могут быть командирами отделений, проводить всякого рода учебки Или контролировать срочников, чтобы те правильно красили траву Немножко правильно красили траву, я об этом говорил Немножко такой поднялся, да, уже младший сержант И все, уже у тебя практически лафа Поскольку сержантов дрочат не так усиленно, как рядовых Некоторые нубы активно пытаются... Я, честно, не понимаю вообще, зачем траву красить Она же от этого портится Выслужится перед начальством в надежде на повышение К слову, младший сержант — это конечная ветка эволюции любого срочника Нет По-моему, нет Я, как минимум, знаю то, что бывают и просто сержанты И, по-моему, старшими сержантами даже бывают По крайней мере, раньше были, сейчас не знаю Когда два года служили Допрыгивают до нее единицы, и то чаще всего перед дембелем Коптеры В отличие от вышеперечисленных, коптер — это не класс и не звание, а род деятельности Коптерка — это склад, в котором хранится шматье, расходники и прочие штуки А поскольку в армии нередко обузят скилл кража, весь этот контент должен сэвить коптер В подавляющем большинстве случаев коптеры... Он-то, правда, один, а там могут быть и целая банда, которая крадет Не бьют на строевую, не убирают территорию Во, коптерам будет, наверное, хорошо Не появляются на построениях и вообще не принимают участие Ничего не делают Тот Тот Да я думаю, просто, если захотят Ну тут согласен Ну тут согласен Только в том, что любому желающему в коптерку не попасть Этих счастливчиков на... Через блат или через постель Ты мне симпатичен, а ты нет Пошел сюда Так где самый известный прапорщик? Пока нету Я не помню просто, как его зовут, солдат Шматько, по-моему, да? Позвольте себе много вольностей Вплоть до поливания цветов в одних труханах Такой карманшим дает факт того, что прапорщика нельзя понизить звание Можно сделать из старшего прапорщика просто прапорщика, но не... А есть старший прапорщик? И ниже Так что нередко можно увидеть картину... А почему прапорщика нельзя понизить звание? Ну где прапорщик шлет нахуй тех, на кого по идее даже нельзя смотреть Офицеры, чайки, которые умудрились получить профильное высшее образование Фармят голду лучше всех вышеперечисленных При этом ими же и командуют Офицер при желании может нагнуть весь личный состав А может и нихера не делать, так как может себе это позволить Обычно делегируют свои обязанности офицерам, чей ранг и авторитет пониже Ну или при том, да? Типа делайте за меня все грязные работы, швачки На время просто ходят и смотрят на всех как на говно Питаются все эти юни... Вы все говно! Ну слава богу, хоть так Ненавижу тараканов, как ими бейтся Существует мнение, что есть четкая корреляция между хорошей едой и стратегической важностью объекта То есть если вы попали в часть, которая по КД стоит на боевом дежурстве Восстанавливая ТП, вы будете годной нямкой А если, например... Но зато у тебя опасности больше Воздропнула в какой-нибудь задроченск То там хавка уже вряд ли будет претендовать на звезды Мишлен Рацион везде... Вот это дичь, конечно ...разный, но что практически всегда неизменно, так это полевая кухня В обычных столовых еду крафтят гражданские со специальностями повар А раньше ты сам, по-моему, готовил... Мне кажется, я бы ты этой херней не занимался явно Тем меньше за слух у данного солдата Я, кстати, если честно, уже задолбался это монтировать Так что ждите вторую часть на канале Мамикса А че, Мамикса тут при чем вообще? Темпаха Ролик офигенный получился, как обычно у Шапки Хотя я их немного смотрел, но в любом случае все они классные Спасибо ему большое за контент Огромное спасибо, Сергей, за то, что попросил меня посмотреть этот видосян Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий Не забывайте прожимать бубенчики Все интересующие ссылочки в описании С вами как всегда был Реборн, спасибо за просмотр Пока